всем привет вторая часть обзора про компрессор в первом своем обзоре я не показал вам что в комплекте с компрессором идет вот такой вот ремкомплект состоящий из резиночек там запасных клапанов и мембран которые защищают компрессор от перегрузок высокого давления о чем я вам дальше расскажу вот но по опыту эксплуатации могу сказать то что сейчас на данный момент компрессор закачивался где-то около 80 может быть чуть больше раз это закачивались резервуары винтовок пистолетов закачивает он одинаково хорошо закачивал я в тире заправлял пистолет заправлял я дома заправлял я на соревнованиях ну как как замена баллону то есть подошел заправил там две с половиной минуты и все прямо сразу после винтовки атаман хочу поговорить отдельно об осушителях на этих компрессорах и этих типах осушителей на насосах потому что я смотрю на насосах они тоже ставятся вот смотрите вот это штатный осушитель куда вставляется такой вот сменный тампончик мне где-то на 60 заправок ну скажем после 60 я его достал был весь мокрый его выбросил на другой вопрос осушения при закачке резервуаров на самом деле достаточно стоит остро потому что если он перестанет работать осушитель ваш резервуар винтовки пистолета начнет попадать влажный воздух что негативно скажется на стрельбе в принципе не та порция воздуха влага будет попадать вам к вам в редуктор клапан и при отрицательных температурах у вас ну я полагаю что стрелять уже не будет ничего просто включается вместо штатного можно использовать вот такую схему такой достаточно большой бутерброд получается но зато осушает хорошо вот заказал другие шланги подлиннее где-то метр закачивал резервуары я несколько раз такую через такой осушитель и скажу что не намного дольше он стал задувать да он как бы быстрее не станет задувать того что у вас такой бутерброд да но в принципе я это особо не заметил так что прям сильно вот теперь буду через такую штуку заправлять возил я его с собой в машине в машине у меня лежит прикуриватель очень удобно к нему еще маленькую табуретку столик на которую ставишь то вообще просто шикарно один раз решил по своей глупости просто по-другому никак не скажешь ну ради эксперимента что ли заправить баллон двухлитровый вот у меня есть баллон подключил я его сюда через quick foster заправочную станцию открыл давление на баллоне соответственно давление у меня здесь под 3 где-то 280 показал манометр включил компрессор стал качаться где-то за 350 нет за 400 где-то атмосфер как у меня дошло у меня произошел хлопок стравила воздух вот я подумал что пришла ему хана разобравшись где-то минут за 10 я нашел причину откуда травят травила вот отсюда от вене отвенчивается вене ну винт вот здесь вот здесь находится такая маленькая мембранка которую пробивает от высокого давления то есть это защищает поршни систему магистрали от пробития высокого давления то есть ты просто грубо говоря накосячил да у тебя там давление зашкалило пробила вот эту вот мембрану ты и быстро достал поменял все дальше работает так ремонтируем компрессор причина где пробила я попытался установить и вышел вот на такую деталь на которой вот крепится манометр она вот здесь располагается сбоку магистраль так скажем ну вот в моем понятии поправьте если может я не прав как это называется отсюда выходит воздух уже на накачиваемый объект скажем так сюда же также крепится вот такая вот фигня которая идет воздух от компрессора вот отсюда вот значит я методом продува и пробные закачки я установил что травит из этого куба вот видите отверстие вот в этой вот медной круглой заглушки я так понимаю как предохранитель как защита от высокого давления то есть она пробивает соответственно компрессор не качает и выходит воздух отсюда здесь есть время комплекте запасные прибамбасы всякие и как раз вот эти круглые штучки вы видите да то есть они видите без дырочки соответственно сейчас я заменю вот вместо этой и по идее воздух должен уже идти под давлением резервуар новая деталька вот которые сейчас поставлю вместо этой она достаточно тонкая и выполняет роль до хранителя какой-то ремонт какие-то замены я сюда пока не делал то есть компрессор пашет работает отлично вот в это отверстие здесь вот такая вот есть дырочка сюда заливается в комплекте силиконовая силиконовый тюбик но силикон в общем который поступает непосредственно в поршень для смазки рекомендуется где-то две-три капли делать после каждых шести задувок вот так вот ну в общем я основном вам рассказал о нем вот я им до сих пор пользуюсь я им доволен как такая альтернатива баллону он вполне себе хорош вот конечно баллон нужно собой иметь на всякий случай обязательно там где вам нужно быстро заправиться это однозначно из минусов можно отметить что он достаточно сильно таки вибрирует и те кто будет заправлять на квартирах как я например лучше всего это делать на балконе на балкон поставили задули там и он и охлаждаться будет лучше ну собственно все благодарю всех за просмотр